24 сура, тридцать пятый аят. Он очень сложный, я прям особо углубляться в него не буду. Суфи могут вокруг этого аята очень много что закрутить, но я его пропараллелю с сороковым аятом, и тогда будет интересно, понятно. Я стаааизу биллах. Аллаху нору ассамавати вал арду. Мثалу нори хи ка мишкат фи ха мисбах. Алмисбаху фи зужажа. Аллаху. длинный аят, да. Но он образный. И даже в конце аяты говорится . То есть Всевышний дает образные примеры. Этот аят, он дает такой образный пример, касающийся Божественного Света. . То есть Аллах, Бог Господь – это свет небес и земли. Я помню, даже в 97-м, одна из первых проповедей, по-моему, как раз у меня была по этому аяту. То есть Всевышний не ограничен ни местом, ни временем абсолютно. То есть его качества, характеристики, они бесконечны. Но в то же время он свет. Он есть свет. . Свет небес и земли. И вот далее идет такое резкое приземление смысла в наши привычные земные реалии. . То есть, если постараться как-то представить себе это, то свет его, но здесь квадратный специально ставил на примере сердца верующего человека. На примере сердца верующего человека. То есть Божественный Свет, если его как-то представить себе, то он подобен нише, в которой лампа, светильник. . То есть ниша, а в ней и лампа, светильник. . А лампа в стекле. Прямо так идет дальше. . Стеклянная балочка. И похожа она на яркую светящуюся звезду. . Далее идет, загорается она, лампа, от благодатного маслянистого дерева. От масла, которое не относится ни к востоку, ни к западу. Прямо так идет . Ни к западу не относится, ни к востоку. Это масло почти вот-вот уже освещает, светится, даже не прикоснувшись еще с огнем. Здесь пояснение – может загореться и без внешней искры. То здесь аят сложный, как я сказал. Суфии вокруг него могут целые большие трактаты писать, потому что здесь Божественный Свет, который ничем не ограничен. И то, что Всевышний является светом небес и земли. И сразу тут идет образное выражение, как этот Свет, Божественный Свет, может присутствовать в сердце верующего человека. И вот здесь через такие простейшие вещи, что там ниша, лампа, она в стекле и загорается от благодатного маслянистого дерева, которое ни к востоку, ни к западу не относится. И причем это масло может освещаться без даже какого-то внешнего, без какой-то внешней искры. То есть если упростить, сердце верующего человека, оно со всех точек зрения, и масло, и стекло, и лампа, и вот это все, это ниша, и вот это многослойно-многослойно, но оно в итоге дает Свет. Свет. Причем такой Божественный Свет верующего сердца. Далее идет . Свет на Свет. Так и переводится. . Свет на Свет. Как вы это понимаете? Свет на Свет. Чуть-чуть темно, еще темнее. Свет на Свет. Ну, у нас даже, когда мы были студентами, часто говорилось «нурун аля нур». Друг друга говорили. Ну, в определенном контексте. Свет на Свет. Здесь человек, приобретя свет веры, это еще не гарантирует то, что этот Свет будет постоянно там светиться. То есть Свет на Свет, это обычно студенты, мы говорили в смысле омовения. Даже если омовение есть, ну, Свет на Свет. Да, или там та же самая обязательная молитва. Вот ты сегодня помолился такой святой стал, а завтра ты там последний черт. В том-то и дело, что молитва, она постепенно. Свет на Свет. Пост. Свет на Свет. Какое-то доброе дело. Свет на Свет. Какое-то воодушевляющее слово другому человеку. Свет на Свет. То есть ты совершаешь что-то хорошее, это приумножает твой сердечный Свет. То есть нет того, что вот у тебя сердце засветилось, и оно никогда не потухнет. Оно постоянно нуждается в том, чтобы наши благие намерения, дела, поступки не останавливались. А Свет на Свет. То есть добавлялось еще. Квадрат на скобках в свое время написал. Ниша, светильник, стекло, масло. Чистота всего этого приумножает яркость света. Ну, то есть нужно понимать. Вот мы с вами находимся в мечети, мы такие прямо все светлые, такие все добрые, такие все хорошие. Да, молитва, атмосфера мечети. Да, то есть это все облагораживает человек. А я это цитирую. Все это нас делает таким мягкими, такими приятными, такими благородными. Но вот самое интересное будет, когда мы там, как я говорил даже, однажды как раз на одном семинаре был человек, и он вечером, ну, не в Москве, в другом городе, он вечером возвращался поздно после семинара моего. И на светофоре встал в машине, а другой настолько что-то не рассчитал, прям тык-тык-тык-тык, прямо притерся к нему машиной своей. Но в итоге оказалось, что только с зеркалом. Зеркало сложилось и провело такую линию. И вот из той, которая так сделала машина, то есть оттуда выходит человек, и они между собой начинают что-то там выяснять, отношения и так далее. То есть из них начинает вылезать все, что только может быть. Если у вас внутри свет, то в той ситуации, когда что-то пусть даже вам кажется абсолютно несправедливым, то у вас изнутри выйдет только свет. Да. То есть вы скажете, ладно, хорошо, извини, давай посмотрим там, я не знаю, вызовем там полицию, еще что-то, оформим там аварию и так далее. Нет, здесь два человека, они начали конкретно друг на друга кричать. Один из них в итоге оказалось, он ехал с пятого намаза. Только намаз почитал. И вот начал тут уже одно, другое, третье, пятое. То есть с него начало все это выходить. То есть порой мы на масле пост, на автомате что-то делаем, но это нас не облагораживает, не приумножает нашего света. И поэтому необычная ситуация, неважно, это наш ребенок, это отношение муж-жена, это отношение на улице, еще как-то. То есть хоп, и мы начинаем реагировать очень дико, невоспитанно, некультурно и так далее. То есть получается, что там света нет. Получается, что только внешняя оболочка верующего человека, а внутри, оттуда идет только тьма. Ну и завершается этот аят . То есть Всевышний наставляет к своему свету, если подстрочно перевести, тех, кого пожелает. То есть обладатели сердечного такого, божественного света – это те, кого пожелает Всевышний. Ну, конечно, мы делаем причины, а дальше уже от Всевышнего Божественного Благословения. Ну, причины, какие мы делаем? Зикарш, фикарш. Тоже мы студентами говорим. Зикарш, фикаршукарш. Так, что делаем? Отсутствие вредных привычек. Уже очень важно. Человек не пьет, не курит, не прелюбодействует, не сквернословит, не ворует. Это как один человек у меня спросил. Говорит, говорит, я мусульманин, да, но я порой, то есть он работает в правоохранительных органах. Я порой, говорит, сталкиваюсь с таким очевидным воровством, а совершают это те люди, которые пять раз в день молятся. Ну, говорит, там на каком-то предприятии, например, он отвечает за безопасность или что-то, чего-то. Он тут несколько историй, говорит. Даже среди, говорит, моих родственников. То есть человек просто вот ворует и ворует у другого. Там за год наворовал, по-моему, три миллиона рублей. При этом, 5 раз в день намаз читает. Ну, и когда начали выяснять, это все поднимать. Ну, и он, говорит, я хочу понять. Говорит, я не могу понять, как он умудряется, то есть вот так, просто, в наглую воровать и при этом намаз читать. И он, говорит, я намаз читаю, Всевышний меня прощает, тот ему говорит. В откровенном разговоре. Говорит, я, как бы, ну, Всевышний же меня прощает. И тот – тот тоже мусульманин. Говорит, я, говорит, вообще не могу понять, как так можно? То есть, да, в хадисе сказано, что молитва к молитве, джума к джума, пост к посту. Прегрешения между ними прощаются, но там имеются какие в виду прегрешения? Маленькие грехи, от которых очень сложно подстраховаться. Очевидные грехи, то же самое воровство, но это уже кебайр, это большой грех, он так просто не прощается. Поэтому Всевышний наставляет на свой нур, али нурихи, свет, тех, кого пожелает, Всевышний дает образные примеры для людей, чтобы им легче было понять. И Он, Всевышний, знает абсолютно все. Вот это образный пример – очень важная вещь. Вот, например, в свое время, когда я сказал, почему люди перебегают через ограждение, как бараны. Помните? Кто-то оскорбился. Говорит, Шамиль, как ты, почему ты прихожан называешь баранами? Я говорю, послушай, я же людей не называю баранами. Я говорю о том, что человек, который перебегает через ограждение, рискуя своей жизнью, перебегая через дорогу и через ограждение, тем более после молитвы можно сравнить такое действие с тем, кто вообще не думает, что делает. В языке это называют баран. То есть сравнение эти или иные. Как, например, там . В Коране говорится подобен ослу, который несет книги. Ну, это прямо в Коране. Таких много аятов и хадисов. Ну, чтобы человек понял. У него сразу, хоп, осел, несет книги. Ему понятнее становится. То есть человек сегодня, многие говорят, я это знаю, я это знаю, я это знаю. И что? Если ты не применяешь, то ты осел, который несет книги. Вот и все. Человек курит, например. Да? Он знает, что это вредно. Он знает, что он вредит другим. Он знает, что это расточительство. Он знает, что это канонически запрещено, но он курит. Но его, что можно сравнить, если брать коранический текст. Осел знает, книжки несет, а сам осел курит. Даже осел курить не будет. Это только человек так может. Вот. 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 По-ручечки. Вот. Что-то museums. Анаст христианцам. Как думать баба вы не берете? Грак! Анаст христианцам. Анаст христианцам к Marshall имуприца. Продолжение следует...